Всем привет, с вами Веста и сегодня у нас будет обзор на игрока от команды TimeFactor, а именно на Виталика Лещука. Состав на команду TimeFactor у нас ГСГ6, Виталик Лещук, Феня из основы, я и АФВ. АФВ это друг Виталика Лещука. Значит, первый момент. Типы прошли на Б, наш Виталик Лещук подходит ближе к щепкам, видит модельку, останавливается. Такая моделька не проходит, а наоборот отходит Т, что он выходит дальше, щепки бивают её. Значит, следующий момент у нас. Следующий момент у нас будет 35.00. Сейчас нам Виталик Лещук покажет, как простреливать. Деф ламовский прострел, ну типа деф. Оп. Значит, что хочу сказать по этому моменту. Тут, во-первых, он не поравнялся по стенке, как обычно. Ну вообще, как и должно быть. Он просто стрельнул в стенку, навёл на модельку и убил. Сейчас мы посмотрим это в замедленном. Видел модельку, открыл второй зум, наводит модельку и стреляет в голову. Значит, следующий момент у нас будет 39.00-38.00. Это у нас момент на Зиге. Такой хороший. Смотрим сначала с ВХ. Видел модельку. Надо же как-то подловить. Взял выстрел. Теперь давайте посмотрим это в одну и в четвёртую без ВК. Я думаю, вам сразу станет всё понятно. Модельки даже вообще не было видно. Значит, следующий момент. 42.10 у нас. 42.10. Так, значит, что я хочу тут сказать по этому моменту. Проходит. В дым стреляет, но не попал. Ладно. Это посрать. Пытался типа прострелить на типа. И тут наводит на голову. Пытается шить ровно в квадратик. У нас. Ну. Походу парень не знает, что там не шьётся. Сейчас мы посмотрим это в замедленном. Открывает зум. Наводит на модельку через стеночку и стреляет. Так, кто там не простреливается, он не может его убить. Следующий момент. 43.10. Сейчас он покажет нам ещё один деф-прострел от Лама. Правда, там уже немножко повеселее он будет. Так, смотрим. Стреляет терпой миг. Куда не равняется. Увидел модельку, открыл второй зум. И пытается уже выцелить чьи стенки. Значит, следующий момент у нас уже будет с карты до мираж. Так как всегда, я самую палевную момент вам показал. Сейчас я вам покажу самую палевную с миража. И потом покажу моменты ещё стрейна. Значит, первый момент. Поехали. Включим ВХ. Идёт на шифте. Взял модель. И выстрел. Значит, сейчас посмотрим этот момент без ВХ. Смотрим без ВХ. Модельку вообще никак не было видно. Во-первых, он не мог видеть эти деревяшки. Из-за текстуры колючей проволоки. А во-вторых, за деревяшками он тоже не мог бы увидеть эту модель. Значит, следующий момент у нас будет наш 14.00. Он у нас будет брать пацанов на запах. Выходит в мид. Чекает савика. Триночка. Взял упала модель. Начинает дальше выцеливать. Выцеливает, выцеливает. И потом дальше сцена убивает. Ну, эта модель выцеливать было невозможно. Так как там была перестрелка на А. Дальше у нас тут будет большой такой запал. Он посмотрит, чьи стеночку на модельку. Выходит. Открывает зум. Посмотрел. Понял, что спалился. Быстренько оттолк присылал на дупа. Значит, следующий момент у нас будет. Следний уже момент на мираже. Там 18.10. Значит, смотрим его сначала с ВХ, а потом, естественно, без ВХ. Значит, увидел модель в люльке. Стоит же, выходит, убил. Видит, что моделька справа передаряжается, убивает. Выходит третьего. Идет на третью. Ну, естественно, его тоже надо же убить уже. Значит, смотрим этот момент без ВХ. Тут еще будет интереснее он будет. Значит, модель в люльке. Увидеть он ее никак не мог. Зал убил. Перемычку тоже инфидим. Тоже выходит, убивает уже прямо на квадраты. Тут уже сразу выцеливает и ждет. С арены, типа. Значит, вот так как. Ну, добрались с мототрейна. Значит, смотрим первый момент. Смотрит по Жаку с первым зумом. Видит модель. Квад вторую зум. И закрепитирует. Вводя прицел левее еще до того, как моделька вышла. Значит, смотрим этот момент без ВХ. И вот на четвертый. Вот он открывает вторую зуму. И уже прицел лево идет. Там модели показался только, там, на пару пикселей. Значит, следующий момент у нас тут. Очень скоро. Значит, поднимается на вагон. Видит, типа, на верхнем парике. Старается убить, не выпадает. Дальше тут чисто по квадрату стреляет в место, которое не шлипает. И тут опять берет по квадрату. Дальше вот хочу вам показать в одной четвертой из ВХ. Стреляет по квадрату, но это ладно. Тут все понятно. Но вот тут, где он увидел модель, я вообще не понимаю. Когда тут даже пикселей не было. Просто по квадрату, но вилдом срел. Следующий момент у нас будет 7-4-7. Тоже довольно веселый момент. Значит, видит, что я на минозелени. Посмотрел на них. Кинул им смок. Посмотрел на один квадрат, на второй квадрат и ушел. Значит, что мы тут посмотрим. Сходные четвертых. Он смотрит запально прямо на эти квадраты. Кидают смок. Смотрел на один квадрат, на второй квадрат и пошел дальше. Значит, что мы тут видим. Дальше он залазит на вагон, начинает проходить в квадрат. Как только модель проходит ближе к путям, он становится контролить. И он уходит обратно на зелень. Он уступен на лицо опять, и начинает шить опять квадраты. Значит, вот такие вот у нас приколюхи. Чудеет нашу пляжу. Клещок. Значит. Момент следующий у нас 12-35. Тут такая ситуация, получается, что мы остаемся один в один. Теперь смотрите, как надо правильно мансовать, когда осталось один в один. Первая тут понятна, модель никак не было видно, он выстрел. Дальше модель смотрит влево, он уходит вправо. Модель смотрит вправо, он уходит влево. Модель смотрит под вагон, он уходит дальше в плен, чтобы его не спалили. Так он собирался лезть на вагон. Под вагон. Дальше видишь, что моделька поднимается на небо. Ну, потом ее выцеливает и убивает. Вот так надо мансовать, пацаны. Учитесь просто. Следующий момент у нас 14-53. Потом прям запаленько постреляет. Три раза в одно и то же место, где не шьется, ровно по квадрату. Значит, первый. Второй. Третий. Жаль, что пацаны не знают, что это место не шьется. Давайте посмотрим в одно и четвертое. Что-то показать. Прикол один. Значит, первый раз он стреляет. Не понимает, почему он не убивает пацана. Открывает. Зум. И начинает корректировать немножко выше. Корректировал выстрел, но все равно не понимает, почему он пацана не убивает. Третий раз. Стреляет не по пацану. Ну, в принципе, вот и все. Я вам показал все самые палевные моменты со всех трех карт. Если кто хотите, можете скачать демки, посмотреть на остальные запалы Виталик Лещука. Моментов там еще очень много их. Ну и в завершение хочу передать привет нашим главному герою этого видео, Виталику Лещуку. Хочу сказать тебе, что у меня осталось. Наша с тобой переписка, где ты мне говоришь, что играешь с R8 на оливке вместе с Валиком Жуковским. Я это все прекрасно заскринливал, потом я это все тоже в группу выложу. Пусть народ почитает, посмотрит, узнает многое про тебя, если еще не знают. В принципе, с вами был Вастей. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Вступайте в группу Спалились. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.